Доброго времени суток, дамы и господа. С вами Уллбой и мы продолжаем десятку достойных. Что это за десятка такая? Это 10 мультсериалов, которые бы хотел рекомендовать вам к просмотру. Зачастую они проходили достаточно незаметно, так как не базировались ни на чем, как бы, таким значительным, уже известным аудиторией и представляли собой новой IP. Сегодняшний же участник представили собой очень серьезные исключения из того ряда, что подобрался у нас. Это черепашки-нинзи. Вон они, маленькие, зеленые, симпатичные. В 2012 году был произведен очередной перезапуск серии. На канале Никки Леодан начал свое вещание новый сериал про рыцарей, защитников, канализации своих замечательных пуль непробиваемых панциев. Ребята, как бы, из нашего прошлого, очень многие смотрели этот мультсериал в глубоком детстве. И вот мы вновь встречаемся со старыми знакомыми Донни, Майки, Рафаэлем, Сплинтером и прочими персонажами, которых мы очень хорошо знаем, которых мы помним. Очень сильный, конечно, ностальгический фактор содержится в этом сериале. Но надо понимать правильно, что время не стоит на месте и тот сериал, который остался в прошлом, мы тоже должны его немножко оставить где-то там за спиной. Но черепашки-ниндзя более современные, более нацеленные на современную молодежь. Они более динамичные, более сконцентрированные на своих персонажах, на динамике сюжета. Те сюжеты, которые были в прошлых сезонах, в ранних версиях черепашек, обычно описываются английским словом корни или чизы. То есть в них есть присутствует такая некая глуповатость, наивность, детскость, если угодно. Если мы сейчас взрослыми глазами посмотрим на те прошлые сериалы, которые были, конечно, это будет чувствоваться. Но что же нам предлагает новый сериал? Он предлагает полное 3D. Уууу, 3D. Не могу сказать, что я однозначно являюсь сторонником классической анимации, либо трехмерной. Где-то играет лучше 3D, где-то лучше классическая двухмерная графика. В данном случае выбор был скорее удачным. Начали мы с визуальной составляющей, так получается. И поподробнее о ней все-таки расскажу. Да, это полное 3D. И как мы знаем, как правило, если мы работаем в 3D, если мы общаемся с 3D персонажами, то сами персонажи обычно представляются очень детальными, живыми и так далее. А вот с задниками очень часто есть некоторые проблемы. И здесь это чувствуется как никогда. То есть если для такого сериала, как Reboot, такой несколько мертвый, холодный мир, он представлялся абсолютно нормальным, то когда примерно так же не очень живо выглядят улицы Нью-Йорка, это не очень хорошо. Мир черепашек в современных выглядит не слишком привлекательно, не слишком, честно говоря, интересно. То есть обычные коробки зданий, пустовато, обычных прохожих, как правило, нет. Все действие ориентировано на тех основных персонажей, что здесь есть, на их противостоянии с антагонистами. Увы, получается, это не всегда так интересно, потому что декорации тоже подводят. С другой стороны, вытаскивают положение сами, да, действительно, модельки персонажей и их динамика. Даже вот в таком достаточно хреновом качестве можно подметить, что двигаются они просто шикарно. А плавность анимации просто высочайшая. Практически каких-то рваных сцен, где там кажется, что персонажи двигаются неестественно, как маленькие роботы, такого здесь практически нет. То есть это должно быть именно умышленно. Файтинг сцены выглядит очень-очень здорово, очень динамично, с умелым использованием slow motion, что как раз позволяет делать как бы трехмерную анимацию очень здорово. с такими очень интересными переходами, со вставками в стиле комикса. Очень-очень хорошо. Вообще, я еще раз повторяю, самая сильная сторона, это, пожалуй, дизайн персонажей и сами персонажи. За них отвечал, кстати, такой человек, как Сиро Нилли. Он, собственно говоря, нарисовал новый облик черепашек и те эмоции, которые они здесь изображают. Стилизация под комикс местами очень классная. То есть там есть такие завершающие стоп-кадры, как стилизация под страницу из комикса. Какие-то эмотиконы, фактически. То есть там слезки из глаз, такого плана. То есть то, что мы привыкли видеть в аниме, в Наруто это круто и так далее. Но, тем не менее, здесь это все-таки в конечном итоге более-менее хорошо работает, более-менее целостно смотрится. Потому что черепашки берут свое начало как раз из комиксов. То есть комикс-стилистика здесь очень-очень в тему. Персонажи здесь уже не выглядят абсолютно идентичными и не отличаются исключительно повязками. Как мы привыкли их видеть, например, в прошлых поколениях. То есть там черепашки примерно одного телосложения, одинаково выглядят, вот только повязка разная, собственно, это их определяет. Здесь нет. Здесь есть долговязый башковит и Донателло. Здесь есть такой среднего телосложения, но с очень сильными лидерскими функциями Леонардо. Качок такой Рафаэль и дураковалятель такой раздолбая Майки Микеланджело. Более выпуклые персонажи, более наглядно их образы показываются. То есть, да, если Донни, значит, да, он там обязательно с какими-то гаджентами возится, обязательно там говорит какие-то умные вещи, там какие-то научные формулы и так далее. Если это Раф, давайте набьем им побыстрее морды, давайте там я отметелю Майки за то, что он в очередной раз недавно пошутил. То есть, образы очень-очень такие, не хочется говорить, шаблонные, но это, к сожалению, отчасти здесь присутствует. То есть, немножко однонотные. Конечно, очень приятно, когда там Майки внезапно делает что-то, что-то очень-очень умное, там, выделяется из того шаблона, по которому он как бы существует. И такие, как бы, умышленные выходы из образа, они здесь, как ни странно, хорошо работают. Что не работает, например, во многих других сериалах, здесь сработает отлично. А что же происходит с миром, в котором находятся персонажи, с этим пустынным, не очень населенным миром? Это перезапуск серии. То есть, история черепашек рассказывается практически с круглого нуля. То есть, нам опять рассказывается, кто такой Сплинтер, кто такой Шрёдер, кто такой Эприл Унил, кто такие черепашки и так далее. Проблема в том, что это не та стандартная история, к которой мы привыкли, она отличается, причем достаточно заметна. Если Эприл Унил в прошлых поколениях была телеведущей, то здесь она фактически обычная школьница, у которой похитили отца, и она пытается при помощи черепашек, в том числе, его вернуть. Крэнк. Наш любимый башковитый башка Крэнк. Некое инопланетное создание, состоящее фактически из одного мозга с щупальцами. Здесь это целая раса инопланетян. Крэнк. Крэнк считает, что крэнги должны пойти в крэнговое место, грубо говоря. Ну, такая немножко смурфическая шутка. Здесь она, правда, хорошо работает. Будете смотреть сериал, поймете, о чем я. Шрёдер. Если, опять же, в предыдущих поколениях он все-таки терял такой угрожающийся, очень часто такой вот мрачный ореол, здесь он действительно на 100% выдержан в мрачной стилистике. То есть такой босс якудза в самурайском огромном костюме, который не шутит, не валяет дурака, не просто орет на своих подчиненных, которые действительно смотрятся суровым, таким жестким боссом мафии. К сожалению, мы распрощались аналогично с Бибопом и Рокстади, потому что они не очень вписывались в эту вселенную. На их место пришел Докпаунд, и там еще один персонаж, рыба-морда, такая животина. К сожалению, это довольно слабая замена, хотя, опять же, озвучивают там достаточно, как бы, удачные персонажи. Докпаунда, например, озвучивает Клэнси Браун, который озвучил до этого мистера Крабса в Кубке Бобби. По-моему, отличный выбор получился, как ни странно. Основные персонажи тоже, кстати, обрели очень хороших актеров озвучания. Ну, давайте пройдемся по основной четверке. Донателло. Это у нас Роб Полсон. То есть, если посмотреть его АМДБ, там не так много, может быть, ролей, но они очень такие, как бы, приличном уровне. Рафаэль. Шон Остин. Кто такой Шон Остин? Это Сэм из Властелина колец. На секундочку. И здесь Сэм из Властелина колец совершенно не чувствуется в этом Рафаэле. Леонардо. Это Джейсон Биггс. Тот самый парень, что трахал пирог. Да, они взяли актера из Американского пирога на роль Леонардо. Ну, в данном случае выбор, как ни странно, сыграл. Леонардо звучит, опять же, просто очень океанно. Микеланджело. Это Грег Снайпс. Такой персонаж, как Бистбой в Тин Тайтанс. Может быть, вы смотрели этот мультсериал. Голос, его там, как бы, подходит достаточно близко. Ну, и персонажи в чем-то немножко близкие получились. То есть, такие очень большие холерики. То есть, как бы, четыре архетипа здесь практически сохраняются. Там холерик, все-таки, мальчик, миландхолик и так далее. Здесь это чувствуется. И, соответственно, Бистбой и Микеланджело, они получились во многом похожи. Вообще, как бы, чем интересен сериал, может быть, буроняшком? Это как раз Микеланджело, Майки. Чем-то он напоминает Пинки Пай. Но, если у Пинки Пай все-таки чувствуется, что она не совсем идиотка, то Майки дурачок здесь. То есть, если в сериале 90-х годов он был такой cool dude, такой там, dude, пошли есть пиццу, там. Такого плана персонажа. То здесь он, ну, просто глуповат. То есть, отжигает там, катается на скейте. То есть, такой ветер в голове типичный. Там даже пару раз на эту тему как бы прикалывались. Насколько он недалекий, недалекий. Я вот так много говорю о персонажах, об основном четверке. Очень за ними как раз интересно следить. У них есть как бы свои такие отличительные черты, которые идут по ходу многих серий. То есть, скажем, лидер Лео, Леонардо, да, он смотрит мультсериал, который является пародией на Стартрек. То есть, там, он оттуда черпает какие-то идеи для своих лидерских функций. Раф, такой грубый Раф, действительно, такой жесткий парень. У него есть ручная черепашка. То есть, какие-то такие моменты, которые добавляют им человечности банально. И на фоне, в общем-то, не очень выразительных остальных персонажей, которых здесь все-таки чуть-чуть многоватые, они смотрятся очень здорово. Вот именно эта основная четверка, они действительно образуют ядро этого сериала. Сюжетно где-то удачные серии, где-то нет. Но, опять же, я еще раз говорю, что вот эта чизи, сырность этого сериала, она фактически ушла в прошлое. Есть несколько странных серий, там, с Бастером Стокманом, который там строит своих роботов. Не очень удачно, как мне показалось. Но единый сюжет, который прослеживается, опять же, по ходу сезона первого, он достаточно интригует. То есть, зачем там пришельцы, зачем там Шредер, как они там будут взаимодействовать, как они сойдутся, какие там еще персонажи появятся, какие мутанты будут. Это все очень здорово как бы интригует. И персонажи, которые там появились где-то в начале сезона, они там могут появиться уже ближе к финалу. И там они обретают некого поклонника, который там одержимый черепашками. И в результате, как бы там, не все хорошо с ним происходит. Не все хорошо. То есть, такие моменты, которые для, вроде бы, нацеленного на детей в мультфильме, они как бы несколько нежно смотрятся. Несколько мрачные, я бы даже сказал. Такой вот, в принципе, достаточно удачный мультсериал. Да, есть, конечно, у него свои недостатки. В первую очередь, как я уже сказал, трехмерная картинка на вкус и цвет. То есть, мне понравилось далеко не все. В первую очередь, задники и часть расплодных средств. Ну, не очень здорово все это выглядит, будем говорить на примере. Персонажи, основная четверка, здорово. Сплинтер, здорово. Озвучено, здорово. Очень хорошая, реально, команда озвучания здесь работы. Тот же Шрёдер, я, как бы упоминал в обзоре на восьмое место, это у нас Кевин Майкл Ричардсон. И вот этот голос низкий Кевина Майкла Ричардсона, он так шикарно ложится на Шрёдера. Потому что, если вы смотрите предыдущие поколения, ну, там немножко так он высоковат все-таки. Здесь он именно низкий, угрожающий голос, который заставляет подчиняться. Это очень здорово. Мне немножко такой архетип короля Сомбры, может быть, даже напомнил. Здорово. То есть, такое скрытое замазкой зло, которое действительно давлеет над всеми окружающими. Здорово. Как только появляется Шрёдер в кадре, он действительно, как бы, заполняет его. Здесь это очень здорово сделано. То есть, такие очень интересные злодеи, новые злодеи, которые появились. И старый Шрёдер, конечно, он очень здорово задает тон всего вот этого мультсериала. Конечно, есть, да, вот, проблемы с некоторой примитивностью персонажей, и не все сюжеты удачные, но я думаю, что с этим можно смириться. Сериал продлён на второй сезон, очень хорошие на него отзывы, усреднённо будем так говорить. В 2014 году ожидается полнометражный фильм, я думаю, частично связанный с мультсериалом, опять же. И, как бы, перспективы очень-очень хорошие. Я надеюсь, что если планку качества они удержат и несколько подправят те недостатки, которые я озвучивал, там, бедность задников в первую очередь, то сериал получится, ну, действительно отличным воскрешением, которое стоит отнести к удачам 2012 года.